МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Беларуской атомной станции Межнародного делового центра Москва-Сити Олимпийских объектов у Лондоне и Сочи. Сёння завод з'является керуючай компанией холдинга, у якого выходят некальки беларуских предприемствов и навуково-доследчих институтов. З юбилеем заводчан повиншаваў президент Беларуси Александр Лукашэнка. Менавіта ў вашых печах был выплавлены першы метал, з якого і пачалася гісторая айчынной металургії. Запланованы як мині-завод, БМЗ рос і развіваўся разом з країной, при патрымце державы захаваў унікальны коліктыв, а сёння з'являецца промысловым гігантам, флагманам галіны і адным з самых вядомых брэндов Беларусі. Вы освоювайці новые технологіі і сучасные абсталявання, пашыраеці номенклатуру продукцыі, знаходзіце рынкі збыту і прыносіце рэспубліцы мільярды долароў експортной выручкі, гаворыцца ў Віншаванні. Основныя юбілейне мероприемствы пройдуць ў жлобіне 18-го кастрычніка. У праграмі – посадка алеи 40 год БМЗ ў аграгородку Червоны Берах, ўрачыстый вечар і концерт зорок беларускай эстрады ў палацы культуры металургаў. Акція «Праспяваем гімн разом», фаер-шоу і фейрверк. Адвыхавання дзятей залежыць будучыня. Сёння Юрий Горлов сустрэвся з коліктывам Університета транспарту. Гаварыли аб душевным і галоўным – сям'ї. Памочнік президента акцентаваў увагу мінавіта на каштоўнастях і традиціях беларускіх сім'яв. Думаць аб тым, што прывіваем і які гэта можа мець наступствы – ключавы лейтматыў. Студэнты таксама не абмінули сустрэчу і размову абгалоўным. Хоть і створать нові ячейки громадства не спяшаюцца, але разумеють, що счастливая сем'я – ровно квітнеючая держава. Важнейший аспект, который нужно подчеркивать в каждом государстве, в каждой стране, ведь сем'я – це маленьке государство, в котором присутствует глава, его заместитель, в котором є свой свод правил. Эта сем'я вырабатывает в человеке все качества, которые ему нужны в дальнейшем. У беларусов сформировалося докладное разумення традиційной сям'ї. Не глядяши на тое, що захід спробує навязать свае каштоўнасті, палітика нашай державы – гэта пракаштоўнасті, які формувалися не адным покаленям. Не все може дать папа ребенку, що може дать мама, і наоборот. Вот эта роль совместного воспитання – это действительно эталон і визитна карточка нашого государства, котре ми демонстрируем, як і гордимся этим, внутрі нашай страны і за предзелами нашай страны. Доступное жылё, якасная медицина, умовы для усібаковых развіця – тое, що представляет держава для стварэння сім'яў. Реалізаваць сябі можна як у вялікіх гарадах, так і у малых населеных пунктах. І прикладам тому услужать вёскі будушыні, дзе умовы прожывання ни учым не саступаюць гарадскім. Речичані отрималі дыплом другой ступені на республіканскім конкурсі «Сям'я года-2024». За звання лепших змагаліся сім сем'яв – пераможців обласных і Мінського городського споборництваў. С представніками Гомельщины сям'ёй Новікавых пасля іх вертання з Мінска сустрэліся наші корреспондэнты. Нагадзінні ку каля шаснадцати. Час, калі батькі вертаюцца з работи, а деці – са школы і дзетячого сада. Им за усюды цікава разом. У гэтым годзі сім'ю Новікавых об'яднала яшчы одна вялікая справа. Яны ў першыню прайнялі ўдзел у республіканскім конкурсі «Сям'я года». Кажуть, што рыхтоваліся амаль паў года. Сценарі мы с вами придумали. Большу чась сценарі я написал я. Это було в сихотворной форме. Конечно ж, жена мені подсказувала. Подсказувала с декораціями, што можна придумать, што можна зделать, куда паставіць. То есть, ну, ў нас была общая работа. Общая совмесная работа. І даже деці нам помогали і подсказували. То есть, ані вносили свой какой-то штріх в наше совмесное дзела. Усі выходы на сцену обовязково з удзелам дзятей. Десятигадовай Софія, шастігадовага Тихана і чатырогадовага Івана. Дарэчы, з Мінска яны приїхалі не толькі з узнагородай, олі з незабылими ураженнями. Ми получили огромну картину і багато подарків. І велик. Ми ходили в дзинфиналі. Там дзинфині прыгали. І вони прыгали так високо, що доставали таких саліков, які висіли наверху. А ще ми ходили в зоопарк і висіли ламу. І вони дуже пасісті, і у них шубка чоплая. Новікова – сім'я саправді дружна. Зразуміла у кожниха свій характер і своє прайоритеті. А лізна істі компроміс отримливається за усіды. Головна клопотіться один об одним. Навод у дробязях. Виходной день, може стоїть раніше, зробить жене завтрак, детям завтрак, щоб мама дозьші поспала, віддохнула. Тому що віддохнувшія мама – це залог хорошого настроення на віздей. Пакуль Новіковы проживають у шмат-поверховці. Але сьоліта шмат-детна сім'я отримала земельний участок під індивідуальне жильове будовництво і до конца года планує почать будаваць новий дом. І гэта новая пригода, яку і усе чекають з нетерпеннім. Олег Синцюров, Юлія Мастіч, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Новий мурал і патриотичний квест. «Гомель» рихтується до марафону одинства. Старт республіканській акції даў 17 вересня президент Беларусі Александр Лукашэнка на урочистым мероприємстві у Мінск-арені. Эстафету обласному центру перадаў Маладечна, які прыняў марафон першым. Як рихтуюцца сустрэць творчы подарунок ў городі над Сожам, даведваліся нашы корреспондэнты. Одна з фішек марафона – стварэння адзіных муралав. Першы арт-аб'єкт ўжоў прыгожвае в уліце Маладечна. У суботу такі ж адкрыюці ў Гомелі. Негледзіцшы на даждливое надворье, мастаки ўжо приступілі до нанясення малюнка. У якості полотна был обраны будынок по вулице Ланге. На арт-об'єкте «Будущее Беларусье в твоих руках» мы будем видеть изображение трёх человеческих ладоней – мужскую, женскую и детскую, которые держат контур Республики Беларусь с надписью «Будущее Беларусье в твоих руках». Это символично и означает то, что от каждого із нас, как и от взрослых, так и от детей, будет зависеть будущее нашей любимой страны, её процветание, и только объединившись, мы можем достичь улучшения всех тех целей, которые ставим перед собой. Идею створения знакового арт-об'єкта, символизующего «Будучень Украины», горожане с радостью подтримали. Першими змены зауважили соседи Мурала, студенты и выкладчики Медицинского университета и мясцовые жахары. Я учусь в Медицинском университете. Каждый раз, когда я здесь прохожу, я радуюсь, что такие объекты в нашем городе показываются всё больше и больше. Конечно, когда я иду домой, смотрю на такую композицию, это всегда наводит на приятное ощущение, что единая страна, это моя родная, родина моя. Ну и, конечно же, для молодёжи это ещё раз напоминание о нашей родине, о ценностях наших. И вот непосредственно БРСМ, который здесь указан, много чего делает для молодёжи, и молодёжь пользуется этим. И, в общем-то, мне нравится. Я довольна. Спасибо. Мне, как члену БРСМ, очень приятно, что в нашем городе появляются такие муралы. Они символизируют единство нашего народа, они символизируют нашу память. Я очень рада, что наш город преображается такими муралами. Это очень красиво. Улику мероприемства у марафона 11-го, конкурсы малюнка у сочинения у проектов и патриотичный квест. Инициатором опошняга выступили активисты Белорусского Республиканского Союза молодёй. Участником квеста может стать любой желающий, но в составе команды от 5 до 10 человек. Уже сегодня на сайте brsm.by открыта регистрация команд. Команде, кроме того, что нужно зарегистрироваться, пройти небольшое испытание в виде домашнего задания. Ну и, собственно, по прибытию пройти 10 тематических локаций, 10 так называемых станций. Приглашаем всех в городе Гомеле, площадка у Ледового дворца. Начало квеста в 12 часов. У каждом городе плануется двухдённая программа, завершением якой станет яркий и масштабный концерт. Поводли слов Александра Лукашенки, марафон даст махчымость кожному отчуть усю палитру талента у белорусской земли и докрануться до богатой спадшины национальной культуры. У Гомеле мероприемство почнутся 18-го Кастрычника, гала-концерт отбудется 19-го. Жлобин сустроенний марафон на приконцы месяца, 26-го Кастрычника. Олеся Заяц, Юлия Мастич, Валерий Гапанько, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». С 1 листопада у Силу вступает указ президента Республики Беларусь номер 32 об автомобильных перевозках пассажиров, які продуглеживая створение державного информационного ресурсу «Реестр автомобильных перевозок пассажиров» у нерегулярных зносинах. На даденном момент на «Гомельщине» у реестра включено больше за 110 перевозчиков и 1100 водителям. Указом вызначены уключения у реестр диспетчера у перевозчиков, транспортных сродков и водителям, які дотычатся до автомобильных такси и нерегулярных перевозок. Для того, каб потрапить у реестр, необходно перевозчикам створыть свой особистый кабинет на один им портале транспортной инспекции и падать заяву з усіми необходными документами. Мы их обрабатываем, смотрим в соответствии с предъявляемым требованиям и либо одобряем, включаем их в сведения, либо отклоняем, если что-то не соответствует. Если, в частности, взять автомобиль или такси, это сертификат транспортного средства, удостоверяется, что транспортное средство, оно есть зарегистрировано в Республике Беларусь. Далее это прохождение гостехосмотра, страховка пассажирская в обязательном порядке должна быть страховка общая. На даденый момент регистрацию можно пройти бесплатно, але уже с наступного месяца продуглеживается держ пошлина. С большеподробязной информацией можно ознайомиться на сайтах транспортной инспекции и Министерства транспорта и коммуникации. 17-го Кострычника с 10.00 член Постоянной комиссии Совета Республики по международных справах и национальной безпеции, старшиня Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения Беларусское товарыство «Червоного крыжа» Алла Смоляк проведе у Хойниках особистый прием громадян. Утым лику индивидуальных предприимальников. Сенатор будет ждать по адресу город Хойники, улица Советская, дом 86. Попередний запись по телефоне 8-0232-56-85-71. Гэта и иншая новины вы можете знайсти у нашим телеграм-канале, а так само на сайте у интернете по адресе www.tvr.com.by Далее у эфиры новины сетки. Разбор актуальной международной повестки на пальцах. Мы намалюем новинную картину дня, нейросетки я ее размалюють. Сегодня в выпуске. План перемоги Зеленского не мает ничего огульного с реальностью. Ким доткам. Виктор Орбан отмавляется ухвалить по величине термину деяния санкций Супротеросийской Федерации. НАТО почала, что годовое ядерное вучение Стэдфаст-Нун. Оппозиционная социал-демократичная партия выиграла у первой туры выборов у СОИМ Литвы. Рады нейросетки Microsoft Copilot могут нанести серьезную шкоду здоровью. После глядите у эфиры де-факто и спортивный агляд. А я с вами развитвуюся. До встречи! План победы Зеленского не имеет ничего общего с реальностью. Это понимает Орбан, это понимает Трамп. В НАТО делают вид, что не понимают и проводят учения с ядерным оружием. Это новости сети Михаил Садовский. Эти 10 минут мы потратим на рассказ о том, что происходит в реальном мире. Так называемый план победы Владимира Зеленского выглядит скорее как план капитуляции на фоне сообщений СМИ о том, что власти в Киеве впервые начали всерьез обсуждать возможность территориальных уступок РФ для завершения конфликта. Такое мнение выразил Ким Дотко. План победы Зеленского теперь план капитуляции. Украина и Запад проиграли войну. Написал он на своей странице в Икс. Зеленский прокатился по Европе, посетил столицы Старого Света, а несколько раз прекрасно отужинал в компании видных и не очень политиков. Это стало возможным после того, как Владимир Александрович пообещал Шольцу, Макрону и прочим привезти в ЕС бумагу под названием «План победы», что стало как бы чеком за путешествия и обеды в мишленовских ресторанах. К разговору о планах Зеленского. Даже вроде как и союзники последнего критикуют. Американский канал Fox News называет план победы Владимира Зеленского проигрышной авантюрой. Автор статьи считает, что на это есть пять причин. Первая причина – это ложь. В плане отсутствует реалистичное определение победы и жизнеспособная стратегия ее достижения. Вторая – план Зеленского игнорирует реальность на земле. Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя. Далее идет утверждение о том, что у России больше людей и оружия, даже штатам было бы трудно ее победить. Тут я остановлюсь чуть подробнее. Против России воюет не Украина, а коалиционный Запад, который включает в себя и Штаты, и Евросоюз. Киев тут просто играет роль рук. Вернемся к статье. Четвертой причиной указано то, что население России в три раза больше, что позволяет Путину вести войну на истощение до последнего украинца. И снова стоп. Войну до последнего украинца ведет не Кремль, а именно Зеленский и его спонсоры. Ну и пятая заключительная причина. Россия превосходит Украину в военной экономике, что позволяет ей дольше вести войну. В целом все в статье верно. Единственный шанс на данный момент остановить войну не придумывать профанации в виде плана победы, не накачивать наших южных соседей военной техникой, не ставить ультиматумы, а просто и мирно сесть за стол. Стол переговоров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что осложнит выделение кредитов Украине за счет замороженных активов России и поможет кандидату в президенты США от республиканской партии Дональду Трампу в случае победы на выборах отказаться от участия в финансировании Киева. Когда мы говорим про объединенную Европу, мы не подразумеваем то, что все политики там на одно лицо. Есть и те, кого можно называть политиком здорового человека. Виктор Орбан один из них. Во-первых, он просто заручился здравым смыслом и пытается притворить свои планы в жизнь. Во-вторых, заручиться поддержкой Трампа в случае его победы на выборах будет просто отличной идеей. Но не Орбаном единым. Сразу ряд важных заявлений сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. Вступление Украины в НАТО спровоцирует прямой конфликт между Альянсом и Россией. О последствиях такого шага предупредил глава венгерского МИДа в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что прямая конфронтация, в свою очередь, приведет к Третьей мировой войне. Сиярта подчеркнул, что Венгрия хочет избежать такого развития событий, поэтому вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит в повестке дня. Будапешту не нужна мировая война. Максимум, что может ему понадобиться, это город Ужгород. Но это все шутки. К еще одному тезису Сиярта. Корректировка российской ядерной доктрины является показателем необходимости урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, уверен венгерский министр. По его словам, конфликт не имеет решения на поле боя и требует мирных переговоров. А мы вам о чем говорим. Единственный шанс на данный момент остановить войну не придумывать профанации в виде плана победы, не накачивать наших южных соседей военной техникой, не ставить ультиматумы, а просто и мирно сесть за стол. Стол переговоров. 14 октября страны НАТО начали ежегодные ядерные учения Steadfast Nun. Участники отрабатывают доставку и применение размещенного в Европе американского тактического ядерного оружия. В 2024 году маневры проходят под руководством Бельгии и Нидерландов. Учения состоятся на восьми военных базах. В них задействованы 2000 военных и 60 самолетов. «Хочешь мира? Готовься к войне!» Выражение далеко не про нынешнее военно-политическое устройство Североатлантического блока. НАТО не к миру готовится. НАТО репетирует полномасштабную войну. К деталям. Как сообщает Associated Press, основную часть учений НАТО проведет в Северном море в 900 километрах от России. Полеты авиации будут проходить в основном над Бельгией и Нидерландами, а также над Великобританией и Данией. Об этих маневрах Москва предупреждена, передает агентство со ссылкой на официальных лиц НАТО. Москва-то предупреждена и уже озвучила свою позицию в отношении недружелюбных действий Альянса. В Кремле считают, что крупномасштабные ядерные учения НАТО в Европе только повышают напряженность на фоне украинского конфликта. В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он назвал нелогичными заявления главы внешней разведки Германии Бруно Калли о том, что вооруженные силы России потенциально будут готовы напасть на силы НАТО к концу десятилетия. Господин Каль, ответьте для себя на один вопрос. Россия нападет на НАТО, чтобы что? Оппозиционная социал-демократическая партия выиграла в первом туре выборов в семь Литвы, сообщают литовские СМИ. Всего в семь в этом году баллотировались 1740 политиков. В списке кандидатов выдвинули 14 партий и одна коалиция. Второй тур выборов запланирован на 27 октября. Интересный такой тренд в Европе образовался. Что не выборы, то побеждает оппозиция. Вопрос к властям старушки Европы. Если так происходит, то, может быть, вы что-то делаете не так? После достойных результатов правых и ультраправых партий во Франции и Германии стало понятно, что народ Европы проголосует за кого угодно, лишь бы не за свое действующее правительство. Впрочем, до второго тура выборов в Литве еще две недели и в местном ЦИКе могут что-то допридумать. Ну или просто заведут уголовное дело на лидера партии, как это сделал Макрон во Франции, и дело с концом. Не менее интересная электоральная кампания уже в конце этой недели пройдет на юго-восточном фланге Европы. 20 октября 2024 года граждане Молдовы соберутся на избирательных участках, чтобы выразить свое мнение на президентских выборах и референдуме о присоединении к ЕС. Последний, кстати, уже давит на Кишинев. Советы нейросети Microsoft Copilot могут нанести серьезный ущерб здоровью человека или даже привести к смерти как минимум в 22% случаев, заявили исследователи из Германии и Бельгии, сообщил 13 октября веб-сайт Windows Central. В ходе эксперимента исследователи предложили Копайло дать ответы на 10 самых популярных вопросов, которые задают жители США о популярных лекарственных средствах и медикаментах. Наша любимая рубрика «Работа с нейросетями». Мы живем в уникальное время. Первый закон робототехники Айзека Азимова нарушен. Я напомню, как он гласит. Робот не может причинить вред человеку или допустить своим бездействием, чтобы человеку был причинен вред. Может. Microsoft Copilot это подтверждает. Если серьезно, то нейросети и медицина, работающие в кооперации, дело уже привычное. В Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси разработали проект для компьютерного моделирования потенциальных лекарств, который позволяет сразу исключить неэффективные препараты. Программа также предназначена для проверки лекарств от гриппа и коронавируса. В этом же институте создали нейросетевой программный комплекс для диагностики заболеваний легких. Он помогает врачам оценивать поражение органа у пациентов и выявлять опухоли. Насколько полярны подходы к использованию ИИ в медицине, там и у нас. Microsoft делает продукт, который может навредить человеку. Мы используем нейросети для того, чтобы разукрасить новостную картину дня. Это были новости сети. Михаил Садовский. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Реческом районе на железной дороге травмирована нетрезвая пенсионерка. Женщина переходила пути в неположенном месте. Инцидент произошел на перегоне Синозавод-Речица. В этот момент шел пассажирский поезд «Гомель-Гродно». Машинист, заметив человека, подал упреждающий сигнал и применил экстренное торможение. Женщина с телесными повреждениями госпитализирована. Обстоятельства произошедшего уточняются. На электронной торговой площадке было размещено приглашение к участию в процедуре закупки сельхозтехники одной из организаций Калинковического района за счет бюджетных средств в пределах 230 тысяч рублей. При этом в акционных документах отсутствовал полный перечень требований к потенциальным поставщикам, установленные в законодательстве. Как итог, прокуратура вынесла директору предприятия предписание, в котором потребовало отменить процедуру закупки. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В «Гомеле» по улице Бориса Царикова произошло возгорание в комнате общежития. В результате пожара уничтожены обогреватели, повреждены постельные принадлежности. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Вероятная причина произошедшего – нарушение права эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Между тем, в городском поселке Октябрьский по улице Советской случился пожар в магазине. В результате повреждены морозильные камеры и продукты. К счастью, без пострадавших к пожару привело нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Дважды – Феофанов, Беляев и Иванчиков. За «Авиатор» забивали Хузеев, Ковалевич и Разводовский. В турнирной таблице экстралиги Гомель укрепился на третьем месте, отставая лишь от юности и «Динамо-молодечно». Гомельский ВРЗ переиграл Аршанский Витен в домашнем матче шестого тура мини-футбольного первенства Беларуси. Гости дважды выходили вперед благодаря голам Сергея Синицкого и Евгения Балдина. Вагоноремонтники отвечали точными ударами Алексея Пинчука и Юрия Березовского. А победный мяч за гомельчан забил Дмитрий Шимановский. В итоге победа ВРЗ – 3-2. В таблице чемпионата команда Анатолия Яновского занимает второе место, отставая на 3 балла от Минска. На третьей позиции Витен. Гомельские «Рыси» не смогли добиться победы в очередном поединке чемпионата Беларуси по баскетболу. Команда с берегов СОЖа уступила на своей площадке Гродно-93 ГРГУ. Счет поединка 63-80. Лучшую результативность в составе гомельчан показал Никита Казимирченко. В его активе 16 очков, 5 подборов и 4 передачи. У Тимофея Карпука 12 баллов, 8 подборов и 8 ассистов. Ранее женская команда гомельских «Рыси» переиграла Брестскую Викторию 97-39. Белорусская Арина Соболенко приблизилась к первой строчке рейтинга женской теннисной ассоциации. После победы на турнире в Ухане в активе Соболенко стало 9716 очков, а у лидирующей Польки Иги Швенток всего на 69 баллов больше. На третьем и четвертом местах располагается американка Кори Гауф и Джессика Пигула соответственно. Замыкает пятерку сильнейших Елена Рыбакина из Казахстана. Белорусская Виктория Азаренко занимает 21 место. Александр Соснович находится на 131 позиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова